Эскаляется потенциально по поводу русской инвазии Украины. Многие из русских автомобилей уничтожают Украину. Российское милиционное устройство, которое оно обрадует... Киев, капитал, под ассоцией. Россия инвазия недостренцована. Ученник-милитарный флотов, только в небольшом время назад... Приветствую, друзья! Мир охвачен войной. Ну, действительно, об этой войне говорит весь мир. Бронированные машины для украинской армии приходят даже с далекого австралийского континента, потревожив сон кенгуру. А недостаток нефти, который грозит из-за эмбарго на российский Урал, будут компенсировать те же арабы. Нехватку же украинского зерна, которое сейчас активно разворовывается российскими мародерами на юге Украины, уже через несколько месяцев ощутит около миллиарда людей в самых отдаленных от театра боевых действий в уголках нашей планеты. Но война не бесконечна. Она жестока, она кровава, она безумна, но не бесконечна. Как она закончится? С каким результатом решается на поле боя? Как жить с этими результатами решают дипломаты за столами переговоров? Или капитуляции? Тут уж как пойдет. Но о том, какой будет реакция сторон на грядущий результат, как этот результат может перекроить существующую карту мира, мы говорим сегодня, чтобы найти суть в деталях. Россия сегодня в лице своего преступного руководства не может решить, как и когда закончить войну. И что, в принципе, считать окончанием боя? Они, конечно, бы хотели, и изначально это было целью этой преступной авантюры, захватить всю Украину, поставить там марионетное какое-то правительство, марионетного президента, то ли Януковича опять прислать из Подмосковья в Киев, и то ли какого-то нового ставленника, какие-то фамилии назывались там, Кива какой-то, не Кива, но не суть. А главное, они хотели поставить этого ставленника, а дальше собрать, значит, Лукашенко, нового ставленника в Украине, Путина, и провести такую, значит, распад СССР наоборот. То есть они должны будут подписать какой-то союзный договор, и после этого Российская империя будет восстановлена. И, как мне говорят информированные люди, вот в этом была идея фикса вообще Путина. В этом было его оправдание в его глазах своего правления. Население все-таки немного нервничает, из-за того, что какая-то война идет, до людей начинает доходить, что это не так вот прогулка какая-то, значит, легкая, а реальная война. Поэтому население продать может что угодно. Но он не сможет это продать самому себе, своему расщепленному шизофреническому сознанию. То есть это еще, знаете, какой будет момент? Он будет думать еще, что да, предположим, я сейчас это сделаю, да, создам какое-то государство. Но украинца-то, Украина осталась, Украина может потом, то есть, во-первых, она не согласится никогда на это, это очевидно, и потом может перейти в наступление, ее, предположим, Запад накачает оружием, уже достаточно, наконец-то, и она потом перейдет в наступление, и что тогда... То есть я думаю, что у него вот идея фикса, это вот как у Гитлера была идея фикса уничтожения евреев, то у Путина идея фикса, это такое же окончательное решение украинского вопроса. Он хочет их уничтожить как нацию, как отдельную нацию, со своей культурной особенностью, своим национальным самосознанием, которое противоположно, противоположно, или, по крайней мере, отнюдь не собирается ассоциировать себя с Россией или с русскими, и для него это как бы некий нонсенс, он считает, что этого быть не должно, что украинца, Украина должна быть уничтожена. Ну, конечно, они утратили, у них же был планировался Блицкриг, планировалось... Они вообще не планировали длительную войну и не планировали длительные санкции. Они, как я уже сказал, Путин больной, поэтому у него бредовая идея. Вот его бредовая идея была, потому что она абсолютно была бредовая, я не военный эксперт, но я это прекрасно понимал, что не как Украину, он, конечно, не сломает, а сломает в Украине себе шею, что это будет длинная история с печальным для него концом. Если Украина будет оказывать такое сопротивление мощное, как оно оказывается сейчас, продолжать, а я уверен, что так и будет, все равно эту войну не выиграть. Потому что они, если они будут на каждый город украинский тратить столько ресурсов, сколько они тратят, например, на то, чтобы захватить Северодонецк, правильно, да? Да, да, да. То есть если они на каждый город, это Северодонецк не самый крупный в Украине город, если они на каждый город будут тратить столько ресурсов, то они, конечно, далеко не пролезут. Война приводит победившую страну к вершинам, а проигравшую к пучинам. О том, как российские правители могут отреагировать на военные успехи Украины, мы уже поговорили с российским социологом Игорем Эйдманом. Но как простые россияне, заключившие со своим правительством на такой некий негласный социальный договор будут реагировать в том случае, если рухнет один из главных столпов, на которых стоит этот договор. Если из арки стабильности российского общества будет грубо извлечен, вот прямо выбит снарядом 155-го калибра западного производства, но запущен будет этот снаряд украинской рукой, замковый камень, на котором написано «Крым наш». Приведет ли это к волне патриотизма, которая вынесет в российские военкоматы тысячи мужчин, мальчиков и дедов? Давайте все-таки не забывать о том, что в России сейчас собираются принимать закон, который позволит идти на смерть тем, кто к ней и так намного ближе молодежи, просто в силу своего преклонного возраста. И возможен ли в России переворот во второй части нашей беседы? Желание умирать в Украине в российском обществе довольно низко, насколько я понял по вашим словам. То есть уровень достаточно невысок. Но вот представим себе ситуацию, что Украина идет дальше, и украинские, я там не знаю, солдаты 25-й десантно-штурмовой Днепропетровской бригады кормят чай, кидая недоеденные крутоны с ресторана «Променад Апельсин», вот того самого на набережной в Ялте, который галера. Тогда в этом случае начнет ли российский народ воспринимать эту войну уже как отечественную, как ту, за которую стоит умирать, и стоит идти в военкоматы, и стоит садиться в Т-62-52-го года выпуска для того, чтобы защитить родной Крымнаш. Практика показывает, что любые войны, которые Россия проигрывала, они были непопулярны. Например, русско-японскую взять войну, то есть сначала патриотический подъем, все, и пошек мы сейчас всех побьем, и так далее, и так далее. Цусима, портатур, и уже все будет проклят, эта война, значит, и все такое. Значит, Первая мировая война, то же самое. Так что я думаю, что если они войну будут проигрывать, это наоборот ее, не только не увеличит ее популярность, а наоборот ее окончательно убьет ее популярность. Что касается самого Крыма нашего, вообще Крым это отдельная тема русского психо, я об этом тоже писал. Это какая-то, тут что-то такое фрейдистское. Я помню эти разговоры с детства буквально, но не у меня в семье, у меня в семье была интеллигентная, а в школе там и так далее, рассказывали какие-то страшилки о том, как Хрущев отдал Крым, Хрущ, я до сих пор Хрущ, там, вот он да, это хорошо сделал, а Крым вот отдался. Это вот такое ощущение было, что это на подознательном уровне, если фрейдистскую терминологию взять, что в российском психо это был какой-то акт кастрации. То есть их как будто бы отрезали у них причинное место в виде этого Крыма и передали Украине. И после этого наступило полное половое бессилие и имперское эго было полностью уничтожено. Вы действительно представляете себе, что выход на границе 23 февраля может привести к какому-то тихому или громкому с шашками, бурками и солдатами гвардейской таманской дивизии, которые тушат окурки, ополированное дерево столов в Сенатском дворце. Вот какой-то переворот. Он будет результатом полного краха в российской военной машине. Потому что иначе они будут продолжать переть на Украину. То есть единственный шанс их просто разгромить. И вот тогда бегущие, значит, и на бегу подхватывающие свои подштанники российские солдаты, офицеры и генералы в сторону России, вот бегущие, они, конечно, могут вызвать вот сам факт этого. И даже не они лично, а сам факт этого. Событие может вызвать, конечно, хаос в России. В отличие от демократии, демократии, это вот такое дерево, которое можно гнуть, гнуть, и оно сгибается, сгибается, но не ломается. Почему? Потому что там множество внутренних каких-то сдержек, противовесов и так далее. А тут дуболомные диктатуры, это вот как палка такая, она ни туда, ни в шрам, ни влево, шаг в сторону, значит, побег, прыжок на месте, провокация, и она долго стоит, 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 а потом в один день ломается. Мы-то с вами помним прекрасно, как в 91-м году вдруг неожиданно для всего населения все совершилось вдруг. Да, то же самое произошло. Все понимали, что было тяжело, все понимали, что да, тут у нас есть проблемы здесь, есть проблемы здесь, но вдруг и неожиданно буквально за три дня. Из этого можно сделать вывод совершенно, что Путин хотел создать третий рейх, а создаст третий крах. Вот был крах Российской империи в феврале 17-го, был крах СССР в 91-м году и будет крах России вот в ближайшее время или в этом, или в следующем году, Марс. Что россияне сидят на наркотике победы. Их просто приучили к этому победобесию с детства, и они сидят на этой наркотике. Когда они поймут, что эту игрушку и этот наркотик у них отняли, у них начнется ломка. Так вот, начнется ломка в стране. Смотрите, какая штука. Ни один политолог, политик, обозреватель, российский, европейский, украинский, никто, кроме тех, чья мошна туго набита российскими деньгами, не сомневается в том, что Россию в результате нападения на Украину ждут тяжелые времена. И зона турбулентности впереди по курсу такова, что неизвестно приземлиться лайнер с аквафрешем целиком или по частям. А вот что произойдет с системой мировой или европейской безопасности, сейчас не понимает никто. Война, словно химические реакции в комнате, заполненной красным светом, проявила и негативы, и позитивы европейских и мировых институтов. Теплый ламповый мирок Европейского Союза, НАТО, ООН встретились с таким штормом, который обнаружил все течи, весь запутавшийся такелаж европейской и мировой бюрократии, порвал в клочья паруса политических карьер некоторых политиков в Европе. Но за ревом этой бури все яснее встают новые горизонты, новые перспективы. Корабли, которые переживут эту бурю, уже сейчас видят новые порты, в которых они смогут собраться в новые флотилии. Каковы эти возможные конфигурации? Какие из них будут более выгодны и миру, и Украине? Об этом в продолжении разговора с украинским политологом Борисом Тисенгаузом. Каким будет мир после окончания этой войны и после победы Украины? Сейчас же система мировой политики переживает период не самой лучшей системы мировой безопасности. Часть фигур сметены, они валяются в беспорядке на доске, еще часть фигур изображает из себя подставки под тумбочки, слон пытается изобразить из себя пешку, слон перекинутся ветошью, слон с немецким акцентом, а игроки лихорадочно пытаются вспомнить хоть какие-то правила, чтобы организовать хоть что-то. Насколько старые институты смогут себя найти в новом мире? Большие союзы, большие союзы, они переживают сейчас самые серьезные проблемы. Возьмем, например, Европейский Союз. Этот бедный многострадальный шестой пакет санкций не могли согласовать, и то он оказался в таком урезанном варианте, что там по большому счету ничего-то болезненного для России не осталось. Так вот, не могли согласовать, просто потому, что одна Венгрия сказала нет. И вот эти большие союзы, состоящие из нескольких десятков стран, они вот в таком формате уже, наверное, существовать, ну, как минимум, они должны пересмотреть свою внутреннюю структуру, потому что давайте представим, что у России останется достаточно денег, чтобы через несколько лет коррумпировать еще какое-нибудь правительство в Европейском Союзе, небольшой страны, не нужно весь Евросоюз коррумпировать. И вот просто-напросто через руководство этой страны блокировать все болезненные санкции для Российской Федерации или лоббировать их снять. Поэтому вот эта история, она, им нужно серьезно задуматься сейчас, и Европейскому Союзу. И мы увидели, что и Европейский Союз, и Альянс Североатлантический, они сильно инертны оказались, мы это видели в самом начале войны, они не смогли быстро среагировать, быстро поставить помощь, быстро поставить оружие, быстро принять хотя бы политические решения на уровне своего руководства. Поэтому для Украины есть все-таки альтернатива. и я бы назвал их региональными союзами, но это не замена, например, участия в Украине в Европейской Союзе. Региональные союзы, это история про тех наших соседей, которые понимают, кто такая Российская Федерация и что это такое. Например, в прошлом году мы аж целых три региональных союза заключили. Эффективность, конечно, под вопросом, но некоторые сработали неплохо. Например, тоже, ну я сейчас про эффективность начну с менее эффективной. Та же квадрига, когда мы с Турцией заключили некий оборонный союз по углубленному сотрудничеству, чтобы в акватории Черного моря как-то помогать друг другу. Ну мы видели, как нам помогли в акватории Черного моря. Люблинский треугольник, Польша, Литва, Украина. Здесь, да, мы видим позицию Литвы, мы видим жесткую позицию Польши, которые просто, они не просто наши союзники, они плечом к плечу с нами встали. Например, ассоциированное трио, это когда мы, Грузия и Молдова заключили некий региональный союз, потому что мы все втроем идем в Европейский союз. Тоже, ну мне кажется, там больше прицепом кто-то под шумок решил зайти. Вот, то есть вот эффективность разная, но все-таки некоторые из них работают. И вот сейчас озвучен новый вариант союза, Великобритания, Польша, Украина, и, возможно, страны Балтии. Это не замена Евросоюза, никакая не замена. Это не замена НАТО, потому что мы даже сейчас еще ни одного официального заявления о Борисе Джонсоне не слышали. Про что этот союз? Политический, военно-политический, экономический, какие там механизмы предусмотрены, защиты, коллективной безопасности или чего-то еще. Поэтому, и тут ведь еще вопрос, когда создается новый союз, что делать со старым? То есть, например, Латвия, Литва, Эстония, они должны, чтобы вступить в новый союз, выйти из старого, или могут сосуществовать два этих объединения. И я прекрасно понимаю Бориса Джонсона, который сейчас с помощью вот таких союзов пытается восстановить влияние Великобритании, в том числе и в области европейской безопасности. Каким будет ЕС? Вы себе представляете умозритель? Когда мы приняли решение идти в Европейский союз, он был другим, то есть там была Великобритания. То есть он уже другой, он уже не такой, как мы себе его в тех границах представляли. И если мы спросим на улице 10 человек, просто прохожих, а что для вас, вот как вы думаете, что будет с Украиной, когда она вступит в Евросоюз? Я уверен, что люди скажут несколько вещей. Они скажут, это европейские пенсии, это европейские зарплаты. Но им никто не объяснил, что это европейские налоги, что это квоты на беженца, в том числе, из стран, где идут войны, что это много-много других обязательств. Это принятие на себя целой кучи болезненных реформ, которые, может быть, и не популярны будут для нашего рядового украинца. Поэтому я считаю, что разъяснительная кампания должна быть углублена, и мы должны нашим людям рассказывать постоянно, что же такое Евросоюз. Европа начала разговоры о создании некой своей собственной армии, потому что влияние Соединенных Штатов там как-то в Альянсе несоизмеримо было, и, возможно, пришло время как-то более регионально подойти, отойти от этой глобализации, отойти от влияния Соединенных Штатов, тем более при Трампе. Мы же помним, как Трамп общался с Евросоюзом. Что там? Вы что-то не хотите идти мне на уступки? Ну тогда до свидания вашей автомобилей на американском рынке, до свидания вашей компании. Что касается мнения европейских лидеров, мне недавно попался на глаза очень интересный доклад про ползучую политическую коррупцию в Европе. То есть это история про то, когда, например, канцлер Германии, господин Шрёдер, после выхода на пенсию едет в Россию, садится в Совет какой-нибудь Роснефти и Северного потока-2 и получает полтора миллиона евро в год. Или госпожа Кайсель, министр иностранных дел Австрии, помните, с которой Путин на свадьбе танцевал? Так весело. Кто же едет и садится в НАПСовет российской госкомпании? И таких случаев десятки. Причем самое интересное, я посчитал, из каких стран чаще всего едут в российские НАПСоветы. Это у нас Австрия, это Германия и Франция. Что нам нужно делать в данном случае? Нам нужно очень серьезно активизироваться именно на дипломатическом фронте. Мы же видим, как поменялось мнение Шольца. Ну, с одной стороны, потому что Бундестаг на него жестко надавил. А почему Бундестаг надавил? Потому что Бундестагу донесли, потому что их пригласили сюда, показали, им рассказали, что такое российская война. Ну, и понятно, что обмен разведданными собственной разведки, никто этого не отменил. То есть, не удалось отпетлять Шольцу. Также, хотя некоторым, возьмем ту же Венгрию, да, вот с ними тоже нужно проводить работу. И тут, наверное, уже больше Евросоюзу с Венгрией нужно работу проводить. Вот этого маленького такого гаденыша, который постоянно капризничает и блокирует все пакеты санкционные, с ним нужно что-то делать. Если говорить об украинской дипломатии, вам не кажется, что вот эта вот идея Балта-Черноморского союза, которая в течение длительного времени была предметом ну, таких теоретических штудий, крайне малой части политических фантазеров, она все больше и больше обретает скелет, нет, она уже обрела скелет, и все больше и больше этот скелет обрастает плотью, причем такой, довольно мускулистой плотью, рельефной, как Торс-гладиатор. Анонсированный примерный формат и структура по странам, эти страны объединяют очень четко один параметр. Все страны, которые могут войти в этот новый союз, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, и, возможно, на поздних этапах Турция, они все очень жесткую риторику ведут по отношению к Российской Федерации. Именно эти страны, заметьте, самую жесткую риторику, они все находятся в топ стран по количеству помощи Украине, ну, я имею в виду из учета собственных ресурсов, понятно, что не может Эстония конкурировать с Великобританией или с той же Германией. С Кыльяными Штатами. Вот. Да, поэтому вот здесь очень четкий параметр. Я не знаю, как тут Турция оказалась, если честно, потому что Турция, это история не про союз, это история про себя. Кадыган, это история про Турцию. И даже понимая, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО, это абсолютно правильный шаг, Турция говорит, мы решим сначала свою проблему, она ведет себя точно так же, как и Англия. Мы решим свою проблему, мы не хотим потерять деньги, поэтому дайте нам еще денег. А Турция говорит, ну давайте решайте с этой рабочей партией Курдистана, вот мы свою проблему решаем. Нам вообще плевать на ваш коллективный интерес, нам плевать, что Россия агрессор, нам плевать, что убивают людей. Мы свою проблему хотим решить, все. Есть такая хорошая поговорка английская, fat birds don't fly, то есть толстые птицы не летают. Вот последние три месяца они как раз подтвердили правильность этой поговорки. Толстые птицы не летают. Ни НАТО, ни ЕС, а вот птицы среднего размера а-ля Балта-Черноморский союз плюс Британия, они вполне могут себе взлететь. Ну вот, кстати, насколько можно считать ситуативный и неформализированный союз из стран, чьи министры собираются на Джеймс-стейшн в Рамштайне уже достаточно регулярно? Может ли он стать какой-то основой будущего оборонного союза с Украины в списке? Вот они собираются просто потому, что в Украине война. В большей степени. И понятно, что Украина сейчас там играет какую-то роль. И Резникова все слушают. Но как только война в Украине закончится, они вектор поменяют в сторону своих собственных естественных интересов. Это абсолютно понятно. Я думаю, что любое цивилизованное государство желательно должно так поступать. Сначала о своих жителях позаботиться, а потом о каких-то других. Ну так устроено, потому что эти жители за них голосуют, выбирают или могут их снести просто-напросто, если захотят. Роль Украины, сейчас скажу словами классика, роль Украины туманна. И все прекрасно понимают, что от того исхода, которым закончится война, зависит и участие Украины в союзах. То есть если война закончится подписанием какого-то мирового соглашения, если у России останется достаточно военного потенциала, техники, людей там хватает, то то, что Россия придет сюда еще раз, это просто вопрос времени будет. И Великобритании огромное спасибо, особенно за заявление, что если Россия применит оружие массового поражения, то Британия без согласования с НАТО может нанести превентивный удар. Тут вопрос нанесет или нет, но это же не наши политики. Заявил, делай. По поводу наших политиков, насколько я понимаю, основной миссией, основной идеей красной линии будет украиноцентричность того, что будет происходить, в том числе и в союзах. Если говорить об украиноцентричности, какая Россия будет безопасной для мира и для Украины? Россия без Путина, это понятно, это даже не обсуждается, но какая Россия? Россия в нынешних границах, очередная реинкарнация Российской империи дома Романовых или же все-таки сегментированная, развалившаяся и воюющая между собой? Конечно же, сегментированная, развалившаяся, воюющая между собой. И мы, кстати, все же заметили уже изменение позиции Казахстана по некоторым вопросам. Несмотря на то, что они в ОДКБ находятся и это юбилейное заседание этих нафталиновых персонажей, но все равно Казахстан, он довольно четко дает понять, что во многом интересы с Россией не совпадают. Я думаю, что Казахстан через какое-то время, если он хочет быть в реальной политике, хочет быть в реальной экономике, возьмет курс как раз на отдаление, как это в свое время взяли страны Балтии. Но для этого нужно отказаться от всего Российского. Вот страны Балтии, они тогда просто сказали памятник советскому солдату, там еще что-то, язык будешь учить, хочешь жить здесь, будешь учить язык. И на секундочку литовские, эстонские мовные омбудсмены это совсем не наши. Там если кто-то на работе, на госслужбе на тебя настучал и сказал, он недостаточно знает наш язык, к тебе приедут и проверят. Ну то есть они приняли решение отказаться от всего вот этого советского. Потому что Россия вот эти свои метастазы только дает братские народы, советские фильмы и все остальное, и шествия с красными флагами. И Казахстан, я надеюсь, тоже пойдет по этому пути. Понятно, что останется некий конгломерат, автократичных режимов, которые будут собираться периодически, дедов этих. И это тоже опасность. Это тоже опасность. Но как только в России начнутся неизбежные вот эти процессы по фрагментации, мне кажется, они очень быстро, как говорится, схватят столько независимости, сколько утянут. А что касается Путина, не Путина, какая Россия будет безопасной. Да, Россия развалившаяся. Да, Россия с внутренними противоречиями, очень серьезными. Потому что вот те самые, раньше же как было, есть титульная нация, вот это русские. Остальные все, мы же помним, как они называли, накачивали кампании против Кавказа, бурятов, они вообще там понятно как, белорусов, понятно как называют, нас, ну, тоже знаем. И вся пропаганда, она посмотрит достаточно фильмы 90-х, двухтысячных, брат и так далее. Это же все абсолютная накачка против других наций. Но есть одна титульная там сила в правде, мы великие и так далее. Вот Россия, которая в правде, по их мнению, русские, вот они должны где-то там подальше остаться. А в приграничных регионах должны взять независимость люди, которые хотят жить нормально, по-европейски, стабильно, сотрудничать со своими соседями. Но это навряд ли произойдет в ближайшее время. Но где же будет во всем этом мире Россия? В какие союзы примут страну, которая развязала полномасштабную войну в Европе в 21 веке? Такую настоящую, как деды воевали. Повторили в 21 веке все, что помнили. И танковые клинии, и бесплодные кровавые атаки в лоб, и артиллерийские штурмы, огненные валы. Добавили к этому удары ракетами на тысячи километров и все равно не смогли. Зато получили в результате отрицательно растущую экономику, статус страны-изгоя для цивилизованного мира, и продуктивных, думающих граждан, эмигрировавших из страны под самыми разными предлогами. В какое цивилизованное общество примут персону с таким анамнезом? И сколько десятков лет новой России придется доказывать всему миру, что урок выучен, имперский наркотик выведен из крови, сколько столетий цивилизованный мир будет с недоверием относиться ко всему, что называется, российское. Да и будет ли что-то российское или будет отдельно брянское, уральское, московское, ростовское, казаческое и так далее. Кто знает, сегодня понятно одно, кто агрессор, а кто жертва. Впрочем, агрессор оказался не так уж и могуч, а жертва оказалась вполне себе живуча, сильна, да еще и пользуется поддержкой в самом широком смысле. А значит, все будет Украина, какой бы ни была Россия. До встречи, друзья, ведь нам есть о чем поговорить.